Итак, мы с вами в студии программы подробности. Сегодня мы начинаем представлять вам, уважаемые наши зрители, тех людей, чьи портреты украсили на днях обновленную областную доску почета. С удовольствием представляю вам сегодня Людмилу Ивановну Палачеву, заведующую отделом правовой информации и образовательных ресурсов Горьковской библиотеки. Правильно я назвал в целом? Людмила Ивановна, во-первых, поздравляю вас с тем, что теперь вы у нас на доске почета. Сам я никогда не оказывался даже на внутренней доске почета, поэтому не представляю, какая тут нагрузка, степень ответственности. Но сегодня не об этом разговор, сегодня я хотел с вами поговорить о библиотеках, о чтении, о книгах и о современных библиотеках, как они работают. Давайте начнем с того, что вы зав. отделом и вашему отделу правовой информации и образовательных ресурсов в 15 лет. Два слова про ваш отдел. Ну, три. Отдел открылся 15 лет назад, 25 мая 1999 года. Все это время мы динамично развивались и помимо правовой информации мы открыли еще несколько направлений своей работы, в том числе курсы для пенсионеров, компьютерные курсы для пенсионеров. А, то есть вы охватили и эту аудиторию. Мы пользуемся спросом, курсы очень популярны, но основным направлением нашей работы остается все-таки правовая информация. У нас работают консультирующие службы, мы сотрудничаем с одним из университетов города в электронной базе данных, у нас будут основные помощники наши. Ну, здорово. Почему вот начал я с этого? Потому что все-таки вот ваше, так сказать, восхождение на доску почета из отдела, так сказать, началось. Хорошо, великолепное дело. Отлично, что работаете с пенсионерами, потому что эти люди, ну, очень в юридическом, так сказать, поддержке, юридической поддержке очень проигрывают. Если мы уж можем, там, помоложе кто, пойти постучать кулаком или посмотреть порыться в интернете, то с ними большое спасибо за то, что работаете. Теперь давайте о книгах, о чтении, о библиотеке. Много ли сейчас в библиотеке читателей, посетителей? Ну, с точки зрения, вот, естественно, вас, потому что вы, значит, можете говорить, может быть, за свое дело, а может быть, о всей библиотеке, может быть, у вас есть такое впечатление. Библиотека становится площадкой для общения, для коммуникаций, для того, чтобы просто прийти пообщаться. Чтение, конечно, остается, в общем-то, в основном направлении, в первую очередь. Как молодежь читает? Молодежь приходит заниматься, готовится к учебным занятиям, решает производственные вопросы. И 50% посетителей библиотеки – молодежь, молодые специалисты, студенты и так далее. То есть это наша основная публика. А вот просто книжки читают, не готовясь к урокам и так далее? Или это все-таки, так сказать, как правильно вы говорили, такая площадка для того, чтобы решать какие-то вопросы, прежде всего? Нет, но это чтение. Все-таки фонд к своей библиотеке. При всем том, что мы освободились от задачи, так скажем, просто держателей фондов. И у библиотеки сейчас активная позиция. И консультирование, и продвижение чтения в разных формах. Чтение, тем не менее, остается основной формой. Да, конечно, читают. У нас абонемент прежний, Центр книги чтения, очень посещаемое место. Много молодежи, берут на дом книги, слава богу, вовремя возвращают, все отлично. То есть, ну вот, очень хорошо. И электронное чтение, конечно же, нельзя не принимать во внимание, что меняется форма чтения. И те, кто отошел от традиционных форм чтения, обращаются к электронному чтению. С мониторов, либо с планшетов, либо читалки, есть электронные ридеры. Очень хорошая форма, экологичная по содержанию, без подсветки. То есть, так скажем, форма, которая сберегает зрение. Если монитор немножко сажает все-таки зрение. Но это, в общем-то, одна из форм чтения. Это надо принимать. И вот в нашей современности, где преобладают как раз разные формы общения, в основном электронные, но его просто нужно принять как форма. Я повторю, что традиционная книга, она остается, электронное чтение просто как форма чтения. То есть, вы, библиотека, это, ну, в общем, она идет в ногу с прогрессом. Даже чуть-чуть его опережает, может быть, потому что надо угадывать, а что будет завтра, правильно? Да, конечно, мы должны быть на волне. И, значит, если народ, вот, молодой особенно привык общаться с электронными носителями, да, то он приходит в библиотеку и говорит, ну, это по вашим полкам обглазить. Нет, ничего подобного. А вот вам, пожалуйста, и лучше, чем у вас, как говорится, под рукой. Ну, вот у нас электронные формы, и мы очень посещаемые. У нас ежедневно в отделе человек 30 посетителей, 8 компьютеров для пользователей. Ну, готовится к судам, готовится к учебе, решает производственные вопросы. Вот, то есть, у нас открытые библиотеки интернета и электронные библиотеки подписные в нашей библиотеке Горького. Вот, все точки доступа у нас в отделе, включая президентскую библиотеку. То есть, у вас такое, даже библиотеки можно сейчас называть, наверное, нет, пусть они, слава богу, остаются библиотекой, как было название. Но это некий информационный такой вот центр, где каждый ищет и находит для себя то, что ему нужно. Вот, с точки зрения информации, с точки зрения каких-то сведений. Ну, библиотека, да, это институт распространения информации. Прежде всего, мы относимся по законодательству к институтам распространения информации. Вот, гордимся этим. Вот, тем более, в законодательство тоже попал, что редко бывает. Еще вот про одну форму чтения хотел у вас спросить. В маршрутках, в общественном транспорте, на велосипеде народ ездит с наушниками, и не все слушают только музыку. Вот, например, люди слушают аудиокниги. Аудиокниги, да. Вот как вы относитесь к такой форме аудиокниги? Ну, потому что многие думают, ну, вредные это, невредные это. Молодежь об этом не задумывается, а вот я сам люблю аудиокнигу. Аудиокниги замечательная вещь. То есть, очень легко можно сочетать с занятиями, какими угодно. Купкой огорода, ездой в маршрутке. Да. Готовкой на кухне, да, это отличная вещь. Особенно, если чтец хороший там бывает. Конечно, да. Там основные произведения, они уже начитаны. Много чего лежит в интернете, в открытых ресурсах и на определенных сайтах. Поэтому это хорошая форма, тоже надо принимать. Ну, хорошо, все, вы меня поддерживаете. Да, конечно. Я еду и слушаю. Конечно, конечно. Вот это вот все. Ну, знаете как, вот я заметил, что в библиотеке возвращаются люди такого в средний возраст, может быть, чуть-чуть постарше в средний возраст. То есть, все те, кто имеет дело на работе в силу профессии, специальности, обязанностей профессиональных с электронными носителями, без этих никак, сейчас без компьютера не повернешься. А если повернешься, то ошибешься. То вот в библиотеке, я сам хожу в библиотеку, читаю эти, как все говорят, бумажные книги, бумажные книги. Очень люблю дома, вот, и просто держать их в руках очень приятно. Не умирают они, эти вот бумажные книги, да? Нет, конечно, традиционная библиотека остается жить и будет жить дальше, поэтому, ну, это, во-первых, это классическая форма чтения все-таки. И как бы я ни была привержена к компьютеру, которым я занимаюсь плотно 15 лет уже, и занимаюсь я электронными формами, вот тактильная форма, то есть ощущение книги, когда надо переворачивать страницы. Да, не передавая это все. Да, то есть, ну, да, кому что нравится, вообще говоря. То есть традиционная книга жива, слава богу. Вот мы с вами коснулись темы, следующие, интернет и книги. Вот вытесняет одно другое, или как-то они вот так вот вращаются, взявшись за руки по кругу, может говоря, дружат между собой, или соперничают? Ничего, не соперничают, ничего подобного. Интернет наш помощник, давнишний, проверенный. Кто называет интернет всякими нехорошими словами, что там рассадник, ну, кто что там ищет, в принципе, так же, как в библиотеке. Да. Интернет помощник – это одна из форм чтения, там много, вот, как сказать, собраний, библиотек, откуда можно, то есть открытые ресурсы, откуда можно качать книги на те же самые читалки, планшеты. То есть это, безусловно, помощник. Информация справочная, ну, интернет – замечательная вещь, то есть вот уже проверенный такой надежный друг в библиотеке. Беспорно, безусловно. Я тоже с вами согласен, потому что, действительно, кто что ищет, все это зависит от человека. Можно и книги хорошие читать, а можно надписи на заборах, правильно? Все зависит от человека, и в интернете каждый для себя ищет, и, главное, находит то, что хочет. Конечно. И, как говорится, слава богу, что вот у нас есть под рукой такой бездонный кладезь информации. Конечно, да. Очень рады. Ну, и еще вот, завершая нашу с вами такую короткую ознакомительную встречу и разговор о библиотеках, вот, как вы считаете, перспектива библиотек в будущем, она вот сейчас просматривается, в ближайшем будущем, я не говорю, о космических долях, вот. Или как-то вот надо с огромным трудом что-то поддерживать жизнедеятельность библиотек? Нет, ну, библиотека живет, это мощный социальный институт, это информационная служба, мы уже сказали об этом. Да, да, да. А помимо этого, как я опять же сказала, на библиотеке уже другие функции лежат, то есть это место встречи, это место проведения иногда совсем не библиотечных мероприятий, то есть библиотека притягательное место. Большое вам спасибо, успехов и перспектив, будем любоваться вашим фотом на доске почета, вы там в хорошей компании находитесь, я уверен, у нас будут и люди, и другие. Приходите к нам в эту студию на вам успеха, успехов вашему отделу, вашему делу и всем библиотекам и сотрудникам библиотек в вашем лице. Спасибо. Всего доброго. Зрителям напомню, вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго, до встречи.